люди которые ушли из дома и не вернулись что произошло как сложилась ваша жизнь я сбежала из дома когда мне было 16 у меня была очень абьюзивная мать последней каплей стала и истерика по поводу того что я без спроса взяла ее резинку для волос к сожалению я сейчас не шучу ее тогда конкретно перекрыла она избивала меня часа полтора у меня был фингал разбитая губа куча синяков чтобы как-то успокоиться и пришлось выйти из дома как раз в этот момент во мне и включился инстинкт самосохранения и я сбежала с собой я взяла только ipod не побежала к подруге и попросила вызвать полицию если без долгих подробностей то в итоге я два года осталось у подруги пока мы не закончили школу с тех пор прошло уже около 10 лет сейчас у меня достойная жизнь я люблю свою работу и остальных членов семьи с которыми до сих пор поддерживаю контакт с мамой связь оборвана я работаю в сфере о которой всегда мечтала занимаюсь визуальными спецэффектами сбежать из дома было лучшим импульсивным решением за всю мою жизнь что было маме ее арестовали да и арестовали но я не участвовал судебных разбирательствах это на себя взяла мама моей подруги в итоге и обвинили в нанесении легких телесных повреждений и выписали запрет на приближение ко мне ей также пришлось заплатить небольшой штраф за все мы испорченные вещи мне было жалко только что она порвала все мои скетчбуки на остальные вещи типа книг мне вообще было пофиг я ушел из дома когда мне было 13 у меня были невероятно жестокие родители от которых мне пришлось скрываться в миниатюрной съемной комнатке которую мне в тайне помогала оплачивать моя бабушка следующие пять лет я провел работая на типичных подростковых работах за которые платили меньше минималки мне приходилось много вкалывать и мало спать друзей я своих тоже быстро растерял потому что понял что они используют меня чисто из-за того что у меня есть свое жилье где можно тусить потом через несколько лет я поехал оформлять водительское удостоверение и в процессе выяснилось что родители ни разу не заявили о моей пропаже видимо им настолько было на меня пофиг что им даже бумажки было лень заполнить прошло уже 20 лет как я сбежал но я так и не оправился я до сих пор сдерживаю в себе огромную злость и параною что они вот-вот заявятся и в миг разрушат всю мою жизнь так что я всегда готов к разного рода проблемам финансовом плане у меня все в порядке но в личной жизни полный бардак мне не удается создать ничего кроме одноразовых интрижек и дружбы с привилегиями несколько лет назад я попытался как-то наладить связь с родителями даже устроил нам ужин но все прошло просто отвратительно мое сердце разбилось еще сильнее к черту этих людей если отмотать все назад то я бы поступил ровно также когда я сбежал моим планом было любой ценой добраться до нью-йорка но в итоге меня задержала полиция привезла обратно спустя два года когда мне исполнилось 18 я все-таки переехал туда законным образом ни о чем не жалею я сбежала из дома как только мне исполнилось 15 все из-за того что меня достало жить самовлюбленным алкашом коим был мой отец а моя мама жила в нескольких штатах от нас и не хотела брать меня к себе к счастью следующие три года обо мне заботились несколько очень великодушных семей благодаря которым я смогла нормально протянуть до конца школы к сожалению мой дом менялся один за другим потому что каждой семье которую я переезжала приходилось сталкиваться с моим батей который грозился подать на них в суд один из переездов был для меня особенно болезненным потому что тот мужчина у которого я оставалась стал мне как отец настоящий отец от своего биологического отца я заработала только проблемы с психикой и забыла что такое любовь и настоящая семья в конце концов мне удалось закончить школу с хорошими оценками и поступить в престижный университет сейчас я программирую я люблю свою нынешнюю жизнь и редко когда рассказываю кому-то о своем прошлом с отцом я оборвала все связи надеюсь что ты до сих пор на связи с тем мужиком и благодаришь его за вклад в твою жизнь не сомневайся он знает что спас мне жизнь я постоянно держу его в курсе всех событий он вообще сделал многое для кучи детей он работает директором школы каждый раз когда я ссорился с родителями в качестве наказания они выставляли меня на улицу но это было лишь одно из многих абьюзивных наказаний которые мне приходилось терпеть на протяжении многих лет жизни с ними когда мне исполнилось 18 наши ссоры вышли на новый уровень потому что я начал строить планы на свою жизнь а родители этого не хотели мне не только запрещалось строить планы но и вообще съезжать от них и начинать взрослую жизнь мне не разрешали устраиваться на работу запрещали поступать в колледж и так далее хотите верьте хотите нет но вот такие условия были у меня 18-летнего ученика старшей школы потом произошло следующее когда меня спустя 4 месяца после моего 18-летия в очередной раз выставили на мороз во мне что-то щелкнуло и я понял что в мире есть столько всего прекрасного что я не могу больше оставаться в том же положении и я не без помощи своей подруги начал потихоньку увозить из дома свои вещи я оставлял свой хлам на углу дома она их забирала иногда она также заходила к нам со своим рюкзаком и я забивал его до отказа за четыре дня нам удалось вынести практически все мое добро так что следующий раз когда они выставили меня посреди ночи я уже был готов я просто ушел без оглядки позже предки попытались заявить в школу и устроить скандал попутно рассказывая всем что я такой негодник сбежал из дома но в свою защиту я сказал что это как раз таки они меня выгнали да и так как мне уже было 18 я не был обязан возвращаться учителя и полиция пытались уговорить меня помириться но это было невозможно в итоге последний год школы я закончил живя на рандомных хатах у меня сейчас не самая сладкая жизнь но все не так плохо я наконец-то наслаждаюсь свободой скоро закончу второе высшее у меня своя хата собаки и работа которая покрывает мои счета иногда я делаю какие-то рутинные вещи например еду за рулем и понимаю как же круто что я могу в любой момент выйти из дома и покататься на своей машине или могу написать кому-нибудь смс не беспокоясь о том что кто-то за мной подсматривает если бы оставил все как есть то моя жизнь была бы гораздо хуже я сбежал на другой конец планеты какое-то время мне пришлось попомжевать с одним рюкзаком но я знал что в итоге у меня будет работа когда я убегал это был уже не первый раз когда мы с родителями прекращали общаться друг с другом так что мне было не привыкать у меня нет ни малейшего желания вернуться обратно в свою страну без моей семьи мне живется куда лучше я убежал из дома в 16 денег у меня было буквально на пару месяцев аренды которые я это наскреб еле-еле мне пришлось забросить бейсбол хотя я играл на профессиональном уровне и рассчитывал через пару лет играть за какой-нибудь универ предложение было уйма все это я променял на бессонные ночи и работу с 12 часовыми сменами иногда я не спал по 24 32 часа вся моя жизнь была работа школа работа совет тем кто тоже думает уйти из дома если вашей жизни не грозит серьезная опасность то лучше останьтесь устройтесь на работу и пахать и пахать и пахать и чтобы копить деньги не торчать дома если все-таки решились то всегда иметь и четкий план если что-то пойдет не так то ваша жизнь может стать еще хуже закончите какое-нибудь образование которое не потребует слишком много времени и не вгонит вас долги мне сейчас 20 я учусь на медбрата за учебу платит государство и у меня еще остаются какие-то карманные деньги недавно я взял в долг 3000 долларов чтобы у меня была какая-то подушка и чтобы мне не надо было есть одну лапшу в конце тоннеля есть свет просто нужно работать больше чем другие планировать умнее чем другие всегда учитесь и никогда не говорите меня этому никто не учил потому что всем плевать всегда есть youtube который как бы смешно это не звучало в итоге оказался для меня лучшим отцом чем мой родной я не сбежал в результате одного печального инцидента в 16 лет меня выгнали из дома я сложил все вещи в один чемодан взял свою гитару и вышел из дома в 4 утра какое-то время жил на улице попутно ночуя на диванах своих друзей моя мать тем временем врала всем что я ее ограбил и свалил с деньгами поэтому остальные члены семьи от меня отвернулись и отказали в помощи к счастью родители моей девушки предложили переехать к ним до 18 лет я параллельно учебе работал на трех халтурах в больнице и платил деньги за комнату в доме моей девушки потом я еще какое-то время работал в офисе потом в баре потом по выходным преподавал боевые искусства но в итоге с девушкой мы разошлись и я пошел в полицию эта история началась в 19 и продолжается до сих пор сейчас мне уже за 30 и я вот уже 9 лет как в отношениях со своей девушкой у нас маленькая дочурка и хороший дом взятый в ипотеку мой побег был не совсем похож на то что показывают в классических американских фильмах для подростков я родом из крошечного городка в нидерландах из очень религиозного места и пусть моя семья была не самой религиозной я всегда чувствовал себя в этом городе чужим мои родители развелись когда мне было три и с тех пор я почти никогда больше не видел своего батю с мамой я ладил тоже довольно плохо в один момент она призналась что очень жалеет что завела детей как вы понимаете ситуация была не очень так что 16 лет я тайком нашел место в амстердаме куда можно переехать и уже через неделю туда свалил уезжая сказал маме что уже не вернусь и порвал с ней связь но в итоге мне все еще приходилось иногда ездить свой родной город чтобы как-то закончить школу потом я из амстердама переехал в утрехт где обрел свой настоящий дом пошел в невера записался к психологу сейчас мне 20 я могу честно сказать что убежать из дома стало лучшим решением которое когда-либо принимал недавно я снова начал общаться с мамой наши отношения начинают налаживаться я уверен что если бы я остался с ней то меня ждало бы что-то очень страшное но теперь я дипломированный журналист а в следующем году я пойду учиться на биолога вот такая вот у меня история так что не у всех все заканчивается плохо была вынуждена уйти из дома в 16 сейчас мне 30 несколько лет я путешествовала строила себе карьеру и в итоге переехала в другую страну где получаю достойную зарплату явно выше средней но все произошло не само собой мне пришлось работать не меньше а скорее всего даже больше чем другим несколько лет я путешествовала как это тебе удавалось перед тем как я ушла я долго копила потом начала досылать по всему миру доки на рабочую визу много халтурила путешествовала с одним рюкзаком это был великолепный опыт особенно в австралии ушла из дома в 16 когда умерла моя мать мой козлина очи объявила мои пропажи из-за чего меня нашли и привели в специальный приют для сбежавших детей там я проторчала аж до 17 лет потому что я отказывалась возвращаться домой и требовала эмансипации оформление всех бумаг по эмансипации в итоге заняло какое-то время а так все у меня сложилось более-менее как мне кажется я закончила школу параллельно работой оплачиваю аренду счета потом выпустилась из универа получила беспонтовый диплом беспонтовый потому что следующие 20 лет я проработал официанткой барменом сейчас мне 43 я замужем и у нас все хорошо мы с мужем открыли компанию по продаже и установке кондиционеров должна сказать что в 1992 жить независимо было куда проще моя первая квартира которую я делила соседкой стоила нам всего 480 долларов в месяц учитывая сегодняшние цены вряд ли я бы могла себе ее позволить большое спасибо за просмотр в комментариях под видео люди которые ушли из дома и не вернулись напишите что произошло и как сложилась ваша жизнь а также не забудьте посмотреть наши другие классные ролики все пока